Приветствую вас! Я бы начал с того, что стеснительность у каждого своя, и у вас стеснительность также своя в том смысле, что вы по-своему воспринимаете А вот тот факт, что вы стеснительность и у каждого человека абсолютно, это что-то вот такое свое, да, то есть у каждого человека это что-то такое прямо вот свое собственное В том смысле, что нельзя просто сказать, что стеснительность, она же сыт, вот некоторая такая сытливость, да, она же некоторая такая может быть индуцированная гневливость, я бы так это сказал, получилось немножко заморочено, что я имею в виду, говоря об индуцированной гневливости, но, пожалуй, имею в виду я здесь только то, что если человеку стыдно, вот, если человек стесняется, то это больше про подавленный гнев, вот, что я пытался сказать и, соответственно, если я прав, и, увы, действительно, вот, в какой-то степени, подавлению подавляет к себе подавляет неважно сейчас по каким причинам вы это делаете совершенно важно, что вы это делаете то вам необходимо услышать, услышать свой гнев, услышать что вы влите, услышать это. Вот важно, чтобы вы это услышали. Понимаете? Какая штука, какая штука, какая штука. Чтобы вы научили фрышить себя. Чтобы вы умели фрышить, фрышить, фрышить себя. А почему это важно? Чтобы выражать свои чувства. Чтобы выражать свои эмоции. Именно так, как вы их чувствуете. А не так, как вы, например, привыкли их выражать. Вот просто подумайте над тем, что если все разы, когда вы испытываете гнев, испытываете стеснение, вот все разы. Что если все эти разы вы на самом деле влите, например. Согласитесь, это уже немножко совсем по-другому. Воспринимается. Согласитесь, это уже совсем иначе воспринимается. Вот и, как бы, согласитесь с тем, что это, ну вот, в какой-то степени уже не то же самое. Да, то есть это вот немножко все-таки, все-таки по-другому уже. И стеснительность это непринятие, отторжение, а части себя. Вот. То есть, ну, здесь все равно. Ну, просто когда-то какую-то часть себя вы посчитали. Личную какую-то часть себя вы посчитали ненужной. Вот. И решили от нее отказаться. Вам, может быть, посоветовали от нее отказаться. Может быть, вам сказали, что нужно от нее отказаться. Но это, на самом деле, не так важно, мне кажется, как то, что по факту, по факту, вы это нередко сказали. Вот. И, соответственно, соответственно, вы воспринимаете себя, вы, скорее всего, в одном единственном образе, в одном единственном стиле, который кажется вам позволительным. Вот. Любое же отклонение от, ну, вот, того образа, как вы себя видите, к примеру, любое отклонение, отклонение от образа. Вот. Не приемлемо для вас. От слова совсем. Вот. И каждый раз, когда, вот, что-то подобное происходит, вы чувствуете, вы чувствуете, как раз, вот, то, что называется стеснение. То, что вы называете стеснение. Ну, потому что вы выходите из образа, вы выходите из, вот, этого самого образа, который себе, значит, сделали. Вот. Хотя, ну, в самом деле, ну, тут, как бы, ничего страшного, да, человек, он бывает разным, но вот, ну, вот, себя разные, как раз таки, вы и отрицаете. Вы видите себя только одной и считаете, что вы должны быть одной, и что реакции ваши должны быть достаточно жесткими. жесткими. Уже в таком смысле не в плане того, что, там, ну, как, ну, к примеру, связанные, допустим, с агрессией, да? Нет. Все-таки это в плане, это про то, что, ну, не должны различаться ваши реакции. Вот у меня реакция, она должна быть такой, и все-все. Но больше никакой быть она не поста не может, если она другая, то что со мной что-то не так. Вот. А это очень тяжело, потому что человеку свойственно, и хочется, и свойственно быть, ну, как бы, разным. Вот. А разным вы себе быть не даете. Почему? Ну, потому что стыдитесь, отрицаете, вот, вот, свои, ну, как бы, отрицаете свои возможности, отрицаете возможность для себя быть разным. Вот. Как бы, важно пониматься, да, что, что я вас не виню. Вот. Я не говорю, что вы плоха. Я просто пытаюсь показать, что, что проблема в этом в том числе. Ну, понятно, что, а, не только что, и все факты, например, факты того, что я должна, там, быть какой-то, а если я не какая-то, то, соответственно, я, там, плоха, да. Тут, может быть, еще и, вот, чувство вины может присутствовать. У вас может присутствовать чувство вины. Вот. Ну, это уже, а, мы уходим несколько вглубь, конечно же. Вот. В целом, со стеснительностью работают, ну, как бы, с психологом, вот, в русле психотерапии, например, или, аж консультированно. Ну, тут есть разные, разные моменты, разные есть варианты развития, как бы, событий, вот. Поэтому тут только вам, вам, наверное, на какой-то степени решать, а, как вы хотите это делать, ну, как, да, и, а, хотите ли вообще делать, да, и, там, если хотите делать, то, что хотите делать, ну, то есть, вот, как-то, как-то, вот так вот. Как-то, какая-то такая история. А, честно. Вот. А, что еще? На что еще? А, можно и важно обратить внимание. Ну, я бы сказал, что на цель, на смысл, хотел бы обратить внимание. Что это значит? Это значит, что, через мирную стеснительность в какой-то степени говорит о том, что вы не считаете, не допускаете, что оно того стоит. То есть, вот, условно, то, что вы делаете, того стоит того, что вы будете делать. Вот. И это, ну, весьма, весьма интересный момент. Почему? Когда человеку, когда человек считает, что оно того стоит. В каких случаях человек считает, что оно того стоит. Когда у него есть интерес. Есть интересы, когда у человека есть какие-то вот, ну, предпочтения его, когда у человека есть какие-то вот задачи, когда у человека есть приоритеты. вот. Тут все становится, в принципе, хорошо. Вот. Ну, в плане того, что, в плане того, что, появляется мотив, появляется мотивация. вот. Но бывает и так, бывает и такое, когда этого нет. И чем тогда, оказывается, грубо говоря, занят человек? Ну, что тогда направлена его, его энергию, скажем так? Ответ, ну, он достаточно простой. В таком случае, энергия человека направлена на, в первую очередь, очередь на оценку. То есть, это оценка, вот, в первую очередь. Если вы понимаете, что я имею в виду. Вот. И, возникает вопрос. Что для вас важно? Возникает вопрос. Какие у вас приоритеты? Вот вообще, абсолютно глобально, вот. Что вы делаете? Ради чего вы живете? Да, вот. На что вы направляете, тратите свою энергию? Что вы считаете самым важным в жизни? И, дабы, вот, дать вам, может быть, немножко, дать вам, может быть, немножко, дабы дать вам немножко подумать, да? Я хотел бы сказать примерно следующее. Что вот этот вопрос, да? Ну, вот этот вопрос, который я задаю, да? Ну, вопрос, связанный с тем, что вы считаете самым важным в жизни, например, да? или, или там, на что, на что вы обращаете, там, грубо говоря, свое внимание, внимание, например, например. Но этот вопрос, он, эм, с подвохом. Он с подвохом. Но не потому, что я хочу, хочу вас, эм, знаете, подловить. Нет, не поэтому, потому что я хочу, чтобы вы немножко подумали, хочу, чтобы вы, эм, ну, как бы, вот, вот, поисследовали эту ситуацию, вот, чтобы вы поразмыслили немножко, на, вот эту вот, ну, на тему эту. Так, предположим, предположим, вот, просто предположим, что вы, эм, ну, эм, знаете, хоть ради чего вы живете. Предположим. Предположим, вы знаете. Эм, насколько вас это удовлетворяет, которая для чего вы живете. Всегда ли вас это удовлетворяет, всегда ли вам это нравится, которая для чего вы, э, которая для чего вы живете. А что вы делаете? Когда, эм, ну, вас не устраивает. Что вы делаете, когда, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Что вы делаете в таком случае? Сэкстоглайфитус это довольно такой интересный момент, как мне кажется, но мне хочется видеть, что это достаточно интересно могло бы быть для вас. На этом давайте закончим, я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен, полезен, мне хочется пожелать вам смелости для того, чтобы обратиться к смелости, во-первых, к дальнейшей смелости для того, чтобы разбираться в себе, последовательно и безостановочно, по возможности, чтобы это был процесс, а вот. И хочу выразить вам свое уважение за то, что вы набрались смелости и обратились все-таки за помощью, хотя это и ваш первый шаг только, потому что следующим шагом станет выбор специалиста и психотерапии улька. Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok